И сегодня я хочу представить первого спикера нашей конференции, это Виктор Ширяев. Очень интересный, очень необычный человек. Когда находишься рядом с Виктором, Виктор сейчас получил приглашение с кнопочкой, он нажмет эту кнопочку и будет рядом с нами. Когда находишься рядом с Виктором, иногда, знаете, таким прямо телом ощущаешь тот поток, который приходит через этого человека. Виктор, ты убавь, пожалуйста, громкость, потому что повторяется звук. Ты будешь слушать все в наушниках. Ага, ты меня сейчас слышишь? Раз, два, три. Да, конечно. Но почему-то все равно повторяется звук. Ну, тогда я долго не буду, чтобы эхо не устраивать. Вы знаете, Виктор Гибок. Когда я, вот мы вместе, мы рядом сидели вот на этой интересном мероприятии, которое собирал Дима Баранов, когда приезжал Бен Сыгантик в Москву, я чувствовал энергетику, которая исходит из Виктора. Но вы знаете, это живейший человек. Это человек, который действительно вот эту иногда интеллектуальную, действительно богатую своей интеллектуальной составляющей тему пропустил через себя. Через тело, если хотите, через душу. И он, он, это человек веселый, это человек жизнерадостный. И я рад вам его представить, потому что я надеюсь и уповаю на Виктора, потому что, ну, скажем, у меня нет такой глубины знаний, которые есть у него. Прошу прощения. Я надеюсь, я знаю, что то, что... Вот, вот, вот. Ты выключай. Вот теперь ты меня должен слышать? Наушники. Ты меня слышишь? Слышишь меня? Да, я и до этого слышал, да. Просто, видимо, не так воткнулась и пропускалась через оба канала. Я тебя предупреждал, Виктор. Ну, ладно, и это, это, ничего страшного. Это было такое эхо, альпийское эхо. Мы же от Виктора далеко находимся, и сигнал же должен долететь. Говорю, Виктор, и он так, Виктор, Виктор, отражается. Это нормально. Так вот, я хочу, чтобы, уважаемые участники конференции, вы посмотрели на этого человека внимательно и пожелали ему много всяких успехов, много удачи и много добрых людей навстречу, много ресурсов. Потому что, как мне кажется, что вот этого товарища мы узнаем его взлет, его многие победы в ближайшем будущем. Я уже с радостью наблюдаю за теми новостями, которые приходят ко мне через социальные сети. Виктор, может быть, расскажет о них. Они делают с Иваном Вырыпаевым интересный курс для актеров, да, Виктор? Вы делаете мероприятие в Москве, которое, ну, я умолкаю, предоставляю слово Виктору, Виктор сам о себе расскажет. Будь здоров, Виктор, давай. Спасибо, Толя, большое за представление. У меня действительно много всяких разных проектов. Я раньше достаточно долгое время жил в Китае и занимался всем этим, ну, что ли, онлайн, через интернет, удаленным способом. Сейчас пришла пора как-то воплотиться немного в другом качестве. И поэтому, ну, оказалось, что в России, в общем, для этого больше всяких разных возможностей, чем было для меня в Китае. Вот. И спасибо большое за приглашение участвовать в этой конференции. Я с огромным удовольствием последние несколько дней, вечерами, все это свидетельствовал и участвовал. Это очень здорово. Толя, конечно, собрал огромное количество народу, невероятно интересного. Вот. И было чему поучиться. За это огромное спасибо. Вот. А начиная мою тему, она действительно называется «Предписание через описание. Динамические рубежи развития человека». Раньше было названо «Рубежи развития», но мне кажется, что динамические рубежи несколько лучше отражают ту идею, которую я хочу этой презентации донести. И эта тема мне близка и интересна, и надеюсь, что я смогу с ней познакомить и показать ее, в общем, значимость. И вам за эти короткие 20 с небольшим минут, что у меня есть. И эта тема потому важная и интересная, что она на самом деле появляется каждый раз, когда мы, в принципе, говорим о развитии человека. Впервые я об этом узнал из статьи Зекари Стейна, такого докторанта из Гарвардской высшей педагогической школы. Это такой факультет, где преподают и обучались очень многие известные нам психологи развития и Ховард Гарднер, и Роберт Киган, и Курт Фишер, Сюзанна Кукгройтер и прочие. И Зак выступил с этой темой на интегральной конференции в 2010 году. И после этого написал статью, я эту статью даже перевел, и потом в конце своего выступления я дам на нее ссылку, потому что мне кажется, что это правда очень интересно. Я же говорю несколько покасательный с этой темой, но тем не менее изначальный толчок был дан этой статьей. И чтобы не откладывать, значит, это дело в долгий ящик, давайте перейдем к первому слайду. Прошу прощения за примитивность моей презентации, но тем не менее. Это, на самом деле, достаточно случайная цитата из книги «Ока духа» Кена Вилдера, которая, собственно, показывает вот такое описание одного из возможных рубежей развития. «Вы перестанете существовать как отдельная самость со всем вредом, который она причиняет телу уму, и вместо этого будете существовать как средство выражения духа. При этом тело ум теперь может функционировать на уровне своих высочайших возможностей, неискажаемых и неуродуемых жестоким самоограничением». Вот прочитали мы эту цитату, и что это? Это текст из учебника психологии. Это описание некоего уровня развития и некоего миропонимания, к которому мы неизбежно придем. Или это какой-то духовный текст и описание каких-то духовных реалий. То есть, есть ли между ними различия, если это различие есть, то в чем оно выражается, важно ли это понимать. Вот об этом на самом деле мы будем говорить и в этом вместе разбираться. И предписание через описание. Тут вообще в чем речь? Наша конференция называется «Инструменты будущего». И последние четыре дня мы говорили, с одной стороны, собственно, о различных моделей применения к различным ситуациям, к личностному развитию, к организационному развитию. А с другой стороны, мы говорили о том, о самом развитии, о том, что эти модели появляются как некое интуитивное понимание определенных уровней развития. То есть, у нас эти две темы шли в определенном смысле параллельно. И они тесно переплетаются, но несколько говорят о разном. И подчеркивая вот эти стадии развития, с одной стороны, и модели, с другой стороны, мы при этом пользуемся примерно одним и тем же языком. Ну, языком интегрального подхода или языком спиральной динамики, к примеру. Но термины, которыми эти подходы оперируют, на самом деле двоякие. И вот об этом мы сейчас будем разговаривать. То есть, в них содержится одновременно как описательный, так и оценивающий элементы или стороны. В принципе, существует такое понятие, как оценивающие языки. Это все языки, связанные с этикой, философией, духовностью, моралью. А в противовес этому описательные языки, это языки науки, языки факта и так далее. И вот Закстайн как раз достаточно... Сейчас я забыл один слайд, это неважно. Мы об этом поговорили, что есть модель как самостоятельный инструмент, о котором мы говорили. И что инструмент может быть сам как эмерджентное свойство, то есть возникающее некое свойство определенного уровня. То есть, например, понимание уровней – это свойство второго порядка. Интуитивные примеры из каких-то простых. Так вот, Закстайн приводит вот такой любопытный пример в своей статье. Он говорит о том, что, например, в христианской парадигме смирение – это такой термин, который одновременно описывающий и предписывающий. То есть, смиренный человек – это одновременно то, каким человек может являться или не являться, но одновременно и то, каким человек должен быть. То есть, появляется некий качественный элемент. То есть, смиренный человек – это с точки зрения христианской парадигмы хорошо. И, собственно, как это к нашей теме относится. Несколько дней назад Валерий Пекар в своей замечательной совершенно презентации говорил о том, что очень сложно говорить о том, что из себя представляет компания желтого уровня, интегральная компания. И что гораздо проще говорить о том, что из себя представляет компания, например, синяя или оранжевая или зеленая. И связано это, в общем-то, просто с тем, что желтых компаний, как таковых, мало. И, соответственно, не хватает информации для того, чтобы получить четкое представление, что это действительно такое. Это не только к компаниям связано, но и к людям. Известная таблица из исследования Сюзанны Кугуройтер, где показано, а тут на секунду больше пяти тысяч опросников было обработано, что второго порядка и выше людей около двух процентов. То есть, соответственно, очевидно, получается следующее, что чем меньше у нас возможностей наблюдать какой-то феномен, тем, соответственно, меньше возможности понять его какие-то четкие паттерны. То есть, соответственно, в нашем случае это связано со всем тем, что находится выше так называемого зеленого уровня, интегральный и следующее за ними. То есть, ну, простой пример. Вот мы говорим, да, этот человек интегральный. Что мы в таком случае подразумеваем? Мы подразумеваем, что у него такая стадия интегральная самости. Или мы оцениваем какое-то конкретное проявление, или мы описываем какую-то стадию ценности или морали, или чего-то еще. Или же мы просто, ну, оцениваем, даем такую качественную характеристику. О, здорово, он, этот человек интегральный. Да, и, ну, на самом деле, основная идея Зака Стейна, и, соответственно, то, с чем мне сейчас интересно разбираться, это то, что тут используются на самом деле два языка, и смешиваются, по сути, две методологии. И одна из этих методологий – это описательная, объективная, да, то есть это научная, исследовательская некая парадигма. А другой язык – это предписывающий язык, субъективный, как я уже упомянул, язык этики, духовности, религии. И весь юмор ситуации и, собственно, причина того, что я считаю, что эта тема достаточно интересная, заключается в том, что в психологии развития, а мы последние четыре дня так или иначе работали на поле психологии развития, да, даже если мы говорили о менеджменте, но при этом говорили о нем с точки зрения спиральной динамики, мы все равно использовали данные, данные психологии развития. И получается, что у исследователей человеческого развития вот эти два языка смешиваются, то есть описательный и предписывающий языки смешиваются, и они тем более смешиваются, чем сложнее становится описывать какой-то феномен. То есть в нашем случае, чем дальше и чем глубже эти уровни человеческого развития, чем они ближе к рубежам, да, тем крен в сторону предписывающего, оценивающего языка становится выше, и тем его описывающая сторона становится меньше. Мы потом посмотрим это на живом примере. Вот. И на самом деле смысл не в том, что это что-то плохое, наоборот, это огромный потенциал, да, но это просто на самом деле то, как мы взаимодействуем с миром и как мы его познаем. И тут действует такой принцип обратно связанной динамики, то есть это, можно сказать, диалектический такой принцип познания. То есть исследователи описывают то, что они встречают. Исследователи изнутри или исследователи снаружи, да, описывают какой-то феномен, который они встречают, пускай очень расплывчато, мы его понимаем. Мы еще не живем через этот уровень, который они описывают, но мы его понимаем. Он таким образом для нас становится вот той самой картинкой на коробке с пазлом, о которой Мария с Александрой говорили вчера или позавчера. Вот у меня тут такая есть картинка в диалоге с ними. И даже если в этой картинке есть какие-то лакуны, то есть не хватает каких-то элементов в описании, наше сознание все равно умеет достроить недостающие элементы и использует эту картинку как то, к чему можно дальше двигаться. И, соответственно, вот я выше тут перерисовал, что эпистемология и онтология обратно информируют друг друга. То есть исследователи описывают какой-то следующий уровень. Он нам еще недоступный, но становится предписанием по его достижению. Через актуализацию этого предписания мы его по-новой описываем, что усиливает предписание и так далее. То есть формируется такая космическая привычка, то, что называется у Кена Уилдера. Если кто-то не знаком с этим термином, космическая привычка, это просто означает постепенное увеличение вероятности того, что то или иное событие произойдет при соответствующих обстоятельствах. То есть, грубо говоря, если мы приходим в лес и сперва непонятно где идти, все трава до бурьян, до деревья, а потом вдруг видим тропку, чем больше людей по этой тропке пройдет, тем больше вероятность, что человек, который придет в этот лес, эту тропку увидит. То есть формируется космическая привычка. Это связано и с тропкой в лесу, и это точно так же связано и с уровнями развития. И, соответственно, чтобы привести простой пример, вот из Сюзанны Кугройтер, из ее достаточно известной на русском пространстве статьи «9 уровней развития», цитата, которая описывает самый продвинутый или самый глубокий уровень в ее модели, уровень ирониста, то есть у Левенджера, у которой она училась, был один уровень, назывался он «интегрированный». А Сюзанна дальнейшими исследованиями разбила этот уровень еще на два, и один конструкт сознающий, а второй вот этот самый иронист или объединяющий. Вот кусочки его описания. Объединяющая стадия представляет собой абсолютно иной способ восприятия человеческого существования и сознания. Здесь трансформируется предшествующий взгляд на реальность исключительно с точки зрения «я» и посредством языка. Новая парадигма обладает универсальной или космической перспективой. Объединяющие индивидуумы переживают себя и других как часть непрерывного человечества, плетенного в творческое основание и исполняющего эволюционное предназначение. Интегрируются два полюса парадокса Паскаля, чувство принадлежности и чувство отделенности и уникальности, переживаются без ненужного напряжения, как изменение восприятия множества возможностей бытия. Эти люди, иронисты, могут вставать на различные точки зрения и смещать фокус внимания между различными состояниями сознания без усилий. Они чувствуют себя укорененными в природе, рождение, рост и смерть, радость и боль, видятся естественными событиями, модусами изменения в потоке жизни. Ну, вот я тут выписал кратенько то, что я назвал зацепками. То есть в таком описании неизбежно присутствуют качественные вещи. То есть когда мы читаем, абсолютно иной способ восприятия, универсальная перспектива, космическая перспектива, эволюционное предназначение, интегрируются два полюса парадокса, это все происходит без усилий, без ненужного напряжения, через укоренение в природе, то что мы читаем? Исследовательский текст психолога, описывающий какую-то конкретную стадию, или это уже какой-то духовный, министический текст. То есть статья начиналась у Сюзанны с таблицы, с процентов, с чисел, а заканчивается она вот таким описанием. И почему важно это замечать? В статье у Зака Стейна приводятся слова Юргена Фабермаса, очень известного немецкого философа, о том, что, я сейчас зачитаю, те, кто являются производителями знания в сфере гуманитарных наук, должны осознать тот факт, что создаваемые ими научные языки становятся доступными ресурсами конструирования идентификации. И, разумеется, это тем более относится к языку психологов, психологов развития, которые вот описывают такие полумистические стадии. То есть, я, например, читаю эту статью, я идентифицирую, или спиральник, или спиральные динамики, я идентифицирую себя с определенным уровнем, дальше я читаю о следующих уровнях, и одновременно то, что я читаю, описание этих уровней, как кажется психологам развития, которые, как мы выше говорили, зачастую не понимают разницу, точнее, не то, что не понимают, как бы не считают важным отследить эту разницу перед описанием и предписанием. И то, что автоматически, по словам Кобермаса, любое описание такое в рамках научной парадигмы, ну, естественно, в физических законах это одно, но вот таких, например, психологических реалий, высоких, сложных порядков сознания, это совсем другое. И, соответственно, я получаю через это некие ориентирующие указатели о том, что же мне потом в ходе своего развития ожидать. И важный момент тут, собственно, в чем? Да, они совершенно справедливы, то ли они их создают в процессе описания, а мы их со-создаем, да, в процессе актуализации этих описаний. То есть это и есть то самое предписание через описание. И, соответственно, основной месседж, который я хотел всей этой штукой донести, это что просто давайте стараться не забывать, что интегральная компания, интегральный человек, человек второго порядка, желтая компания, это не столько описание, то есть не столько то, какими они будут, когда пройдут через свой зеленый уровень, все предыдущие, но то, какими они могут быть, какими мы хотим, чтобы они были, и считаем, что даже должны быть, потому что мы говорим здесь о инструментах будущего, и то ли я так начинал это наше нынешнее, сегодняшнее заседание, что, в общем, мы собрались здесь потому, что считаем, что эти инструменты адекватно будут, будут адекватными, единственно, возможно, адекватными инструментами для взаимодействия с вызовами будущего и вызовами настоящего. и, соответственно, на самом деле эта же тема предписания через описание, она же связана и с предыдущими уровнями, то есть, например, читая описание синего, я понимаю, и это становится моим предписанием, по тому, какие вещи мне нужно актуализировать в, казалось бы, уже пройденном моем синем уровне или, казалось бы, уже пройденном моем оранжевом уровне, предположим, да, а важно это потому, что, как мы знаем, чем выше карабкаемся, тем важнее становится мощный фундамент, и если в этом фундаменте не хватает каких-то кирпичей, то прежде чем карабкаться выше, их нужно, разумеется, туда положить, и, соответственно, эта самая тема предписания через описание, она работает и для более низких уровней, это уже другая тема для другого выступления, вот здесь я хотел больше коснуться именно вот этих самых рубежей человеческого развития и динамических рубежей, потому что каждая, как мы смотрели на одном из предыдущих слайдов, эпистемология обратно информируется с антологией, соответственно, это соконструирование, оно каждый раз продвигает самые рубежи все дальше, как только космическая привычка оказывается чуть более укоренившейся, да, и закончить я хотел бы тоже цитаты из Кена Вилбера, это самое начало книги Ока Духа. Мы движемся отчасти к целому и опять назад, и в этом танце постижения, в этом поразительном круге понимания пробуждаемся к смыслу, ценности и видению. Сам круг понимания направляет наш путь, связывая воедино кусочки, затягивая разрывы, исправляя разрушенные и искаженные фрагменты и освещая дальнейший путь. Это удивительное движение отчасти к целому и обратно, в котором каждый шаг отмечен печатью исцеления и благословлением награды. Спасибо. Вот. Это все, о чем я хотел сегодня с вами поговорить. И если есть какие-то вопросы, то, соответственно, да, с удовольствием обсудим. Да, уважаемые. Если есть вопросы, пожалуйста, к Виктору. Я от себя несколько слов хочу сказать. Виктор, мне кажется, что я сейчас что-то понял очень важное. Вот, благодаря тебе. Ну, во-первых, просто это означает, что интегрального дискурса должно быть больше. И по мере того, как его будет больше, он будет становиться все качественнее и качественнее. Именно потому, что люди будут примерять на себя вот именно этот подход к анализу вещей. Они будут требовать от себя более качественного мышления. Они будут требовать этого мышления от других. И именно поэтому оно упрочится. Возникнут некие новые какие-то парадигмы, которые по своей природе будут еще более, может быть, полезнее, качественнее, всеобъемлющими, чем то, что мы сейчас называем интегральным подходом и так далее. И вот тема воды на мельницу, которая возникала как метафора несколько дней назад, она продолжает метафорически присутствовать в наших выступлениях. и описывая интегральный подход, мы создаем внутри людей этот интегральный подход. И я, конечно же, я написал в комментариях, то есть я учился у Михаила Романовича Гинсбурга, я учился ликсоновскому гипнозу, я знаю буквально вот именно как влияют человеческие слова на создание внутри у нас тех или иных аспектов реальности. Ну, грубо говоря, если мы сейчас говорим о белой кошке, то так или иначе у нас возникнет в голове белая кошка, хотя бы просто для того, чтобы понять, элементарно понять. Вот. Чего ты? Да. Хорошо. Вопросы к Виктору. А, да-да-да. Вопросы к Виктору. Вопросы к Виктору. Хотел сказать, что в общем-то прав, то есть если мы считаем, что интегральный подход, стиральная динамика и прочие инструменты это ценные инструменты, то есть мы в них вкладываем ценность и считаем, что это в общем предписание для нашего поведения и предписание для по многому для мира будущего с его сложностями, вызовами и диалектикой развития, где проблемы одного уровня можно решить только инструментами следующего уровня, то тогда действительно этого должно становиться больше, чтобы космическая эта привычка укоренялась. Это совершенно так, я с этим полностью согласен и буду над этим работать. И я хочу вспомнить, почему-то мне прямо сейчас пришла в голову метафора, кусочек из Виктора Пелевина, а я учился когда-то и у того же Михаила Романовича, кстати, доверять своему бессознательному, я хочу эту метафору вам сказать, пока не знаю даже зачем. В жизни насекомых у Виктора Пелевина, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть, в какой-то другой книге есть такая сентенция, когда, значит, там двое разговаривают и один от друга спрашивает, ну скажи, чей свет отражает Луна? Он говорит, Луна отражает свет Солнца, это всем известно, а чей свет отражает Солнце? И вот на этой лирической ноте, оставляя нас в том, чтобы мы подумали, кто здесь, как, кому, зачем и почему светит, и в чьем сознании, собственно говоря, все это отражается, множится, становится ярче, красивее, интереснее, богаче, свободнее, легче, труднее, мудрее, тяжелее и так далее, как это все трансформируется, усложняется и умножается, на этом, на этой ноте я хочу сказать огромное спасибо Виктору, я буду рад видеть его еще, 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 Виктор, будь здоров, вот, бог тебе в помощь, чтобы все у тебя было хорошо. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. До свидания.